Мир вам и Божье благословение! Постимся постом приятным, братья! Так начинается начало поста в начальном первом богослужении Андрея Критского каноном и Триодию Постной. Начало поста, начало подвига. Человек должен тренировать свою душу, свое тело, свои чувства, инстинкты так, чтобы мог ими управлять. Мог противостоять всему разрушающему и разрушительному в самом себе и вокруг него. Поэтому в пост и предлагается хлеб, вода, овощи и молитва с поклонами, с покаянием, непременно с примирением, с прощением. И так каждый день до светлого пасхального дня. Чтобы войти очищенными, это главная задача. Прийти с сильными духом и закаленными телом – это тоже одна из главных задач. И прийти с открытой душой и сердцем каждому человеку к жизни, к миру и к собственной своей душе, которая драгоценнее всего, что человек имеет. И помоги Господи всем постящимся, но пост не ради похудения, не ради диеты, не ради моды, а ради Бога, ради Царства Божьего, жизневечной и благородства нашей собственной души. Постимся постом приятным. Что бы ни случилось, какие бы ни были даже грехопадения, нужно становиться на молитву и молиться. Читать ли книжные своими словами. Молитва – это тот механизм, который начинает собирать раздробленную душу различными факторами – от страданий до грехопадений. Молитва – это тот инструмент, который снимает духовных и душевных ран за скорузные коросты. Молитва – это тот инструмент, который восстанавливает наше внутреннее целое здравие, целомудрие. И помогает твердо стать на земле и на небе, на своих ногах, чтобы продолжать борьбу со всем отрицательным явлением, которое окружает нас. Так что не можете от болезни читать лёжа молитвы, не можете книжно читать Иисусову молитву тысячу раз, десять тысяч раз. Прославляйте Богородицу, Матерь Божью. Но без молитвы нельзя себя оставлять. Можно ли венчаться в Благовещение во время поста? Великий пост, если венчаться и кто повенчает, будет прокнат и тот, кто повенчал, и тот, кто венчался. Тем более в Благовещении. Это вообще, когда девица косу не плетёт, а птица гнездо не бьёт. Русская благочестивая поговорка. Матерь Божья сама отступит от такого человека, не будет счастья, не будет жизни. И вообще, вот они в пост женятся, я смотрю. Ну и поэтому столько бед. И с детками, и с ними, и со здоровьем. Ни в коем случае. Только после Пасхи. На то будет особое время. Венчайтесь, женитесь, рождайте и зачинайте детей. Устраивайте жизни. И будет Божье благословение. А так проклятие и выдобыча, лёгкая добыча ада и греха и, в общем-то, смерти. Мир вам и Божье благословение. Хороша ложка к обеду. Поэтому каждое время года пост для Бога. А Кесареву отдаём Кесарева после, когда придёт время совершать мирские дела и не согрешать пред Богом. Задумаемся о Боге и о настоящем человеческом месте на земле. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok